Ученик 9-го Б Никита Фролов – гордость третьей гимназии. Мальчик с математическим складом ума – активный участник всевозможных мастер-классов, которые проводятся на базе STEM-центра. С большим интересом он работал над проектом по актуализации данных Бобруйска в картографическом веб-сервисе OpenStreetMap. Никита уже внёс свои правки на карте города, который имеет отношение к его двору и гимназии. Эти карты являются открытыми. Каждый человек может спокойно их отредактировать. Если у нас будет не просто дороги, а тропинки, которые я делал, то дорога становится короче. Мы тратим меньше времени и совершаем меньшую работу. Нам это не надо. Плюс экономия времени. Учителя не скрывают. Никита – одарённый ученик, который обладает суперспособностями. Мальчик учится исключительно на девятки и десятки и претендует на золотую медаль. Он на лету схватывает любую информацию и добивается высоких результатов в учёбе. Одно из его любимых занятий – робототехника, которая помогает ему развивать мышление. Говорит об этом взахлёб. К слову, будущую профессию он хочет связать именно с IT-сферой. В робототехнике, да, я учился долговато. Потому что понять, как всё с другом взаимодействует, как можно что-то прикрепить, это надо думать. Плюс надо фантазия. Мне очень это нравится. Это разбивает мышление, логику, как поставить правильные детали, чтобы это взаимодействовало друг с другом. Это увлекающе. Интерес к цифрам у Никиты проявился ещё в детском саду. Педагоги и родители сразу обратили на это внимание. Стали всячески поддерживать и во всём помогать. Юный Вундеркин признаётся, его родные играют большую роль в учебных достижениях. Они несут очень большую роль, как по мне. Они мне помогают морально, физически, со всех сторон. То есть, когда мне тяжело, они мне помогут. Если мне что-то надо для учёбы или в другом плане, они мне всегда смогут оказать помощь или что-то в этом духе. Никита Фролов – разносторонний ребёнок. Кроме математики, информатики, ему также нравятся география и история. Кстати, два года назад он принимал участие в первом сезоне республиканского телевизионного проекта «Я знаю» и дошёл до второго тура. Для Бобруйского Рудита это был хороший опыт. Он уверен, бояться ничего не стоит. Нужно просто верить в себя и смело идти к цели. Людмила Любимцева, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.